Шалом, дорогие друзья! Сегодня 29 число месяца Тишей. Мы все еще продолжаем изучение 25 главы, на этот раз рассматривая, как божественное присутствие, шхена и божественная энергия наполняет существующие различные миры и каким образом они переходят различным количеством между мирами из одного в другой. Алтребы поясняют, что хотя Бог, абсолютное единство, и имя его все в едином, и речь его, дыхание его, уст все едино, несмотря на то, что его имя представляет собой неделимую и несравнимую ни с чем субстанцию, все же излучение и поток жизненной энергии, исходящий от нее, проходит 4 уровня, воплощаясь в мирах Ацелуд, Брия и Цираясья, изменения, проявления этой субстанции обусловлены множеством этапов сокращения божественного света по принципу цинзум и своего рода завес, который он преодолевает, то есть переход от ступени к ступени между четырьмя мирами. Цель всего этого ограничить излучение и поток, скрыть их мощь, чтобы сияние их было в мире Брия, например, не таким ярким, как в мире Ацелуд, в мире Ицера, они проявляются, пройдя еще больше этапов цинзум и преодолев еще больше завес, ну а в мире Асья сжатие, сокращение и утаение света происходит в наибольшей степени. Очень важно помнить при этом, что сама субстанция шхины, которая и есть Слово Бога и дыхание его уст, не претерпевает никаких изменений. Более того, не только сама субстанция шхины, но ее излучение, а также поток жизненной энергии, которую она изливает, этот свет распространяется в мире Ацелуд, преодолевает завесу между мирами Ацелуд и Брия и воплощается в последнем мире, подобно этому они переходят из мира Брия в мир Ицера, из мира Ицера в мир Асья, таким образом бесконечный божественный свет, Эйнсо, благословен он, присущий миру Ацелуд, самому высокому миру достигает также и мира Ицера, и даже нашего материального мира. И так мы видим, что божественная шхина переходит из мира в мир, из самого высокого достигает и нашего мира, тоже, понятное дело, проходя при этом процесс сжатия бесконечного света, который не все миры в силах воспринять. При этом очень важно не забывать, что сущность шхины и ее наполнение никак не поменялось, переходя из мира в мир, ведь Всевышний один и тот же на все миры, другого нет и быть не может. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч!